Как воспитывали вас с помощью книг, с помощью разговоров, с помощью прогулок? И вообще ощущали ли вы вот этот элемент воспитания? Я считаю, что мой отец был очень хорошим отцом. Я его всегда очень любил. И ничего такого из ряда вон выходящего по этому поводу я не могу вам сказать. Но в последнее время, когда я уже так немного со стороны на всё смотрю, я вспоминаю его последние годы, когда он находился в каком-то смысле в состоянии общественного удушения, когда он чувствовал, что вот там дирижёры отказываются и так далее. Когда масштабы вот этого всего безвоздушия стали ему окончательно ясны, то я, конечно же, испытываю ему отдельную благодарность за то, что он не покончил с собой. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Не так давно я перечитывал сочинение Лема, которое называется «Маска». Я его и раньше читал. И я помню, как эта книга меня как будто ударила, что здесь, возможно, в ней описано то, что в своё время ощутил мой отец. И наверняка многие люди тоже точно так же испытывали то же невероятное чувство, о котором здесь пишет Лем. Я не знаю, может быть, моя ассоциация не имеет ничего общего с творческим замыслом Лема. И аналогия возникла помимо его авторской воли. Это фантастическая вещь о том, как в каком-то несуществующем государстве средневекового типа, но с высокой технологией, какой-то интеллектуал обидел короля. И король придумал ему страшную казнь. А казнь заключалась в том, чтобы этого интеллектуала влюбить в очаровательную женщину. И вот на балу они встречаются, там дальше идёт какое-то свидание, и, наконец, в решительный момент, когда там после первого поцелуя от этой очаровательной женщины отваливаются там губы, нос, руки, и оттуда вылезает большой серебристый скорпион. И вот я подумал, это же о нём, это же о моём отце, это же он должен был испытать этот ужас, когда он услышал, я не человек, я труп. И дальше эта книга посвящена погоне этого серебристого скорпиона за интеллектуалом. И мне казалось, что это вот об этом. Так случилось, что, когда я вернулась из Москвы, наполненная музыкой лакшина, впечатлениями от знакомства с семьёй композитора, у меня не получилось сделать программу сразу, по следам поездки, что со мной бывает очень редко. Программа откладывалась по разным объективным и субъективным причинам. Наконец, стала известна дата выхода передачи в эфир. А за несколько дней до этого я узнала, что Александра Лазаревича Лакшина не стало ровно 20 лет назад, 11 июня 1987 года. Что это? Рациональная мистика или ещё один урок мудрого времени, которое помогает нам возвращаться, вспоминать и не позволяет заржаветь нашей памяти. Я слёзы лью, и тает лёд во мне. Насущная отходит вдаль, а давность, приблизившись, приобретает явность. Этими строками из Фауста Гёте мне хочется завершить программу, посвящённую композитору Александру Лакшину.